Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Мне в последнее время почему-то сразу в нескольких книжках попадалось на глаза описание шикарных трапез, в которых в череде прочих кулинарных изысков присутствовал обязательно перепелиный паштет. Я часто готовлю паштет из куриной печенки и на канале его показывал, домашние очень любят, а вот перепелин его ни разу не пробовал. Загорелся, решил приготовить, но в холодильнике на тот момент у меня присутствовали только куриные окорочка. Я сделал. Дети смели в один момент. Мне показалось, что печеночный гораздо вкуснее. Но я сказал себе, делать так по-большому. Поехал в магазин, купил этих несчастных. Понятно, почему из них паштет делают, ведь если жарить, тут есть нечего, воробьи какие-то. И сейчас таки приготовлю все как полагается. Приступим. Перепелов надо отварить в небольшом количестве воды до такого состояния, чтобы мясо с костей отваливалось. Соль, черный перец сюда и душистый. У меня перепела фермерские. Минут за 40-50 сварятся. Диким, я думаю, и часа, может быть, мало будет. Я же пока подготовлю овощи. Понадобится лук, чеснок, морковь. Все это надо обжарить до мягкости и даже до начала зарумянивания. Учитывая, что в паштет идет большое количество сливочного масла, я на нем все обжаривать и буду. Кстати, в тех же книгах и паштет, и зайчатин упоминался. В наших краях зайцев не купить. Кроликов завались. Но я думаю, что из кролика получит такой же практически, как из курятины. Сначала обжарю лук до полупрозрачности. И только затем добавлю морковь чесноком. В луке очень много сока содержится. Он сейчас начнет выделяться. Если сразу морковь положить, она вариться в этом соке будет. А мне нужно все-таки ее обжарить, чтобы сахар лука, сахар моркови карамелизовался. Вкус карамели просто от вкуса сахара отличается, согласитесь. Ну, вот сейчас можно и добавить. Собственно, на этом все подготовительные процедуры завершены. Сейчас овощи обжарятся. Выключу, оставлю остывать. Перепелки сварятся, оставлю их остывать прямо в бульоне. Остыли. Надо с костей все мясо снять. Ну, а теперь перепелок вместе с обжаренными овощами пробиваем в блендере, приправляем, добавляем сливки и можно пробовать. Сладко получается. Вот все-таки и лук, и морковь дают много сахара. Ну, и сливки тоже они добавили. Значит, нужно добавить соли, однозначно перца побольше и, может быть, немножко мускатного ореха. Значит, мускат, соли, щедрые прям так соли, вот так вот, наверное, и перца. Продолжение следует... Так, ну, мне дико интересно, отличается он по вкусу от куриного или нет? Отличается. Реально отличается. Действительно деликатесный. Очень нежный, тонкий, яркий вкус. Нет, может быть, излишней сладости, какую я обнаружил в курином паштете. Прям интересная штука. Знаете, наверное, и с кроликой тоже какой-нибудь попробуем. Мне кажется, это классно. Отличная просто закуска на завтрак. Приготовьте. Если найдете перепелок. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok